Привет, друзья! Вы на Ньюсейдер, я Александр Кушнарь. Появились первые видеокадры с места сражений на Харьковском управлении. Перед вами летящие в сторону российских бронемашин украинские дроны Камикадзе. Они уничтожают обе эти машины, которые сегодня в составе других российских войск пытались атаковать Харьковскую область. А вот и вовсе буквально истребление оккупантов в огневом мешке. По крайней мере, именно так это характеризовал израильский военный эксперт Игар Левин, который распространил еще одно видео уничтожения российских бронемашин, пытавшихся наступать на Харьковском направлении в своем телеграм-канале. Цитирую его. Еще одно видео из сегодняшнего наступления вооруженных сил России в Харьковской области. 42-я бригада ВСУ наносит удары по вражеской бронетехнике. В начале видео уже ставший знаменитым за сегодняшний день перекресток, на котором русские попали в огневой мешок. Однако затем бойцы бригады начали уничтожать отдельно идущие БМП, записав на свой счет еще четыре машины. А вот фотография четырех остовов российских БМП с трупами российских солдат уже на другом участке. Как утверждается, это произошло где-то на международной признанной российской территории по ту сторону границы, но совсем рядом с ней. Трупы российских солдат не могу показать, потому что ночной ролик получит рейтинг плюс 18 и будет ограничен в раздаче. Но вы уж мне поверьте, они там лежат. Были уничтожены прямо на месте при попытке выгрузки из БМП. Я рекомендую просмотреть эту видеозапись всем тем недоноскам, которые сейчас собрались на Белгородчине, чтобы попробовать атаковать Харьковскую область. Я не знаю, слышали ли они когда-нибудь про FPV-камикадзе, которые в огромном количестве совершенно беспощадно выжигают куда более хитро спрятанные бронекоробочки. А уж вот эти, которые буквально как на ладони разъезжают по местным дорогам, тем более станут легкой добычей для подготовленных украинских операторов. Пусть и русские командиры подумают, куда они отправляют этих неотесных буратино. Ведь их наступление на Харьковскую область это все равно, что бросить в печку сухие дрова и ожидать, что они не разгорятся. И еще как разгорятся, и будут хорошо гореть, уж поверьте. Итак, что же мы видим? Мы видим повторение рутинной операции по ликвидации российских БМП. Но, с другой стороны, в нынешнем контексте, в контексте неожиданного наступления российской армии на Харьковщину, вся эта история, история с уничтожением этих БМП, выглядит иначе. И это просто два небольших эпизода, которые показывают общую картину. России не удалось сегодняшнее наступление. Мы верим заявлению главы областной военной администрации Харьковской области Олега Сенегубова о том, что Россия не смогла сегодня захватить ни метр Харьковской земли. Ну и, конечно, все это соответствует заявлению представителя украинских военных, который сказал, что то, что делает сейчас Россия на Харьковском направлении, это попытка отвлечь украинские войска от главного для России направления, восточного. А там у России есть три главные цели. Это города Покровск, Курахово и Часов-Яр. На Белгородщине у России 30 тысяч военных и несколько сотен единиц военной техники. Кому-то покажется, что это много. Но все военные эксперты хором говорят, этого недостаточно для того, чтобы захватить Харьков, а тем более всю Харьковскую область. Сравните это с группировкой России, например, на Купинском направлении. Там у россиян около 75 тысяч военных с соответствующим количеством военной техники. И россияне, как мы видим, более года топчутся на этом направлении. Посмотрите на то, что происходит у России под Часовым Яром. 25 тысяч военных штурмуют Часов-Яр, они не могут продвинуться не на метр. Напротив, дорога к Часовому Яру буквально усеяна трупами российских солдат и островами российской бронетехники. Посмотрите, что произошло под Авдеевкой, где Россия сосредоточила 120 тысяч своих военных. И даже с этой цифрой и при тотальном доминировании в авиации с огромнейшим трудом, с чудовищными потерями смогла взять Авдеевку. Поэтому, когда мы слышим цифру 30 тысяч, мы должны понимать. Все это, по большому счету, попытка врага запугать украинское общество и деморализовать его. Но не стоит впадать в отчаяние. Харьков и Харьковская область, разумеется, есть кому защищать. Там сильнейшие обороны и вряд ли российские военные смогут пройти больше, чем пару километров, даже если они рискнут это сделать. Их всех истребят. Все они должны понимать, что они самые настоящие смертники. Они для российских командиров, на самом деле, не более чем приманка. Российские командиры жертвуют вот этими солдатами, которых они отправляют на эту суицидальную миссию. И жертвуют просто для того, чтобы создать эффект картинки, чтобы создать эффект пропагандистского давления на украинцев. Для того, чтобы попытаться отвлечь украинские ресурсы. Вдумайтесь, тех, кого российский Горштаб сейчас направляет на эту суицидальную миссию против харьковских защитников, заранее знают, что погибнут все или почти все. Я не знаю, понимают ли это вот эти малоопытные юноши, которые идут сейчас штурмовать Харьков и Харьковскую область. А они именно малоопытные. Опять же, об этом говорят военные эксперты. И я не удивлен, что они плохо подготовлены. Хорошо подготовлены, там бы не пошли. Ибо они прекрасно понимают, что за миссия перед ними стоит. Это все равно, что быть отправленным на не просто железобетонную стену, а железобетонную стену, в которой целые ряды колючей проволоки и ножей. И в этом контексте довольно забавно сейчас выглядит заявление некоторых российских пропагандистов о том, что Харьков и Харьковская область будут взяты. Это неправда. Конечно, у России могут быть такие планы, но реально это неосуществимая миссия. Опять же, все это делается для того, чтобы украинская общественность впала в уныние, для того, чтобы жители Харькова в условиях якобы угрожающего наступления русских побежали из города. Ведь именно в этом цель российской и официальной политической машины, и военной машины сделать так, чтобы украинцы бежали со своих земель. Создается соответствующая атмосфера, атмосфера ужаса и страха. Обстрелы приграничных городов. Эвакуация из соответствующих населенных пунктов из того же Волчанск. Кадры разрушенных улиц и центральных площадей. Все это, разумеется, разгоняется по телеграм-каналам и прочим соцсетям. Но это еще раз кровавая, но все-таки декорация, и не стоит впадать в панику. В то же время нужно понимать, что, конечно, мы не можем заранее знать планов российского генштаба. Вполне возможно, что он реально готов сточить свою немалую все-таки группировку в Белгородчине просто ради того, чтобы попробовать все-таки взять часов яр. Коли такова цена взятия этого стратегического с точки зрения Москвы города, то не жалко и 50, и 100 тысяч российских военных. Да что там, они на Авдеевку потратили, как известно, от 15 до 50 тысяч убитых и раненых. Тем не менее, пока что российская военная машина не имеет никаких очевидных успехов. В последние несколько дней фронт замер. Нигде не видно и был их продвижения. Отчасти потому, что заходит новая американская помощь. Вот и сегодня был одобрен очередной пакет от Соединенных Штатов на сумму 400 миллионов долларов. И среди почвы там есть в том числе и БМП Брэдли, которые прекрасно показали себя как в атаке, так и в обороне. Согласно официальным данным, Америка поставила еще 100 БМП Брэдли. Это очень существенная цифра. В последние дни, недели и месяцы мы все чаще видим, как БМП Брэдли буквально на щепки разбирают фактически любые российские бронемашины и танки. И МТЛБ, и БМП, и танки. Недавно был поражен танк с помощью противотанковой ракеты ТО, запущенной из Брэдли. Российский танк не смог ее установить. Далее мы видим, что Россия попадается на украинские приманки. Сегодня в сети разошлось видео того, как Россия запустила свой «Искандер» по муляжу ПВО «Петриот». Как вы понимаете, ракета «Искандер» стоимостью около 3 миллионов долларов была потрачена на уничтожение муляжа стоимостью примерно 10 тысяч долларов. О том, что производство, запущенные в том числе и муляжи ПВО «Петриот», рассказывалось еще более месяца назад. Производство муляжей самых разных вооружений. Очень хорошо развиты в Украине. Развиты хорошо настолько, что об этом даже писали западные издания. Российская армия регулярно попадается на эти ловушки, растрачивая дорогостоящие ракеты и дроны на то, что стоят максимум несколько тысяч долларов. Ну и опять же, огромное количество кадров с фронта, где россияне используют китайские багги, мотоциклы, буханки. Все это уничтожается с помощью дронов и, естественно, все это заканчивается практически гарантированно гибелью для экипажа, в то время как если бы этот экипаж ехал на бронированных машинах, у него был бы реальный шанс выжить. И, разумеется, используются все эти багги, буханки и мотоциклы россиянами отнюдь не от хорошей жизни, а потому, что просто-напросто заканчивается бронетехника. Россия не может строить быстрее, чем теряет. И речь идет не о строительстве с нуля, об этом мы и говорить даже не станем. Речь идет именно о восстановлении советского консерванта. Многочисленные видео вы можете посмотреть в моем телеграм-канале прямо сейчас, если перейдете туда. Ну что ж, друзья, мы продолжим наблюдать за этой историей и будем передавать вам новые данные по мере того, как ситуация на том же Харьковском направлении будет меняться. Но еще раз, главный удар на восточном направлении. Впереди тяжелейшие недели и месяцы. В ближайшие восемь недель на самом деле очень многое решится. Украина должна выстоять, выдержать этот сверхудар. После чего российская военная машина сточится, потеряет свой наступательный потенциал. А затем придет время сначала укрепления украинской обороны, а потом и украинского контрнаступления. На этот раз все, я думаю, получится с приходом западной авиации, в том числе, которая, как сообщается, придет уже в июне и в июле. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с нами. Вы можете поддержать наш канал через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, BuyMe, Coffee, банковский счет с реквизитами и суперспасибо от YouTube в виде кнопки под каждым нашим видео. Низкий поклон всем, кто нас смотрит и тем, кто нам помогает, потому что благодаря вашей поддержке мы делаем эти материалы и повышаем их качество. До скорого!